МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжают бороться с нехорошей квартирой. Лепить из хлеба научился в колонии. Осужденным разрешили открывать бизнес. Всероссийская массовая гонка Лыжня России 2016 собрала более 2000 северодвинцев. На Ягринском стадионе Беломорец, Фокс, Звездочка можно было встретить как ветеранов спорта, так и самых юных лыжников, которые финишировали впервые. Самой массовой лыжной гонки Константин Мухин. Уже по традиции северодвинская лыжня России прошла на день раньше, чем по всей стране. На Ягринском стадионе Беломорец, Фокс, Звездочка был настоящий аншлаг из любителей здорового образа жизни. Сначала трассу опробовали первые лица города. Жителям города Северодвинска повезло, погода прекрасная. Конечно, лыжня жестковата, но я думаю, что все обойдется хорошо. Маленькие уже стартовали, сейчас стартуют школьники, затем стартуют взрослые. Самые маленькие участники бежали дистанцию 500 метров и на финише получали сладкие призы. Пять лет назад Диана Пуланова впервые пробежала лыжню России и увлеклась этим видом спорта навсегда. В этом году она показала второй результат среди школьниц, пропустив вперед Викторию Дранишникову. Сегодня было очень хорошо, катило, но очень скользко. А так, если бы не скользко, то я бы показала лучший результат. Но все равно довольна осталась? Да, довольна. Мама, я так понимаю, что сын, сколько лет самому маленькому, и он тоже сегодня преодолел в первый раз, я так понимаю? Да, два года Дениса Вуд первый раз выступал на лыжне России. Я бегу где-то четвертый раз, наверное. Ну, и это легко для меня бежать, можно на Россию, потому что нет особых соперников, которыми ты мог побороться. Самым быстрым юношей на лыжне России стал Вадим Степанов. Второе место занял реалист по жизни Роман Минин. У всех лыжников, наверное, настоящая должна быть мечта получить заслуженный мастер спорта, это выиграть Олимпиаду. Но пока мне надо хотя бы на области побеждать. Так вот. Это 34-я лыжня России, вы, наверное, 34-ю и бежите. Да, точно так. Каждый не пропускаем, каждый год стараемся. Изо всех сил. Ну, есть ли сегодня у вас друзья, товарищи здесь по лыжне? Много ветеранов? Есть, есть, да. Да, человек 5-6 в моей группе. Я самый старший из них. 77 лет. Спортивному долголетию Василия Лукина можно только позавидовать. Абсолютными же победителями 34-й лыжни России стали Владимир Коробицын у мужчин и Полина Нюнина среди женщин. По количеству выданных номеров, я думаю, что сегодня рекорд состоялся в Новой России. Я думаю, что по городу Северодзинска сегодня порядка двух тысяч человек, а может быть, и более приняло участие, до сих пор еще люди приходят, регистрируются. Рекордное количество участников в лыжне России 2016 показало, что все больше горожан выбирают здоровый образ жизни. Будем надеяться, что с каждым годом количество участников будет только расти. Константин Мухин, Семен Самигулим, Вестник, Северодвинска. 27 лет назад с территории Афганистана вышли последние колонны БТРов с советскими солдатами. За 10 лет войны страна потеряла 15 тысяч человек. 8 северодвинцев не вернулись тогда домой. Ежегодно павших вспоминают ветераны Афгана. Минутой молчания собравшиеся почтили память ускорбного камня в сквере ветеранов. В 1989 году эти кадры облетели весь мир. Последние армейские колонны покидали территорию Афганистана. Молодые ребята прошли через огонь войны, унесшей жизни 15 тысяч солдат и офицеров. Спустя 27 лет боевое братство воинов-афганцев каждый год вспоминает тот день и время, проведенное в чужой стране на защите южных границ Родины. Многие до сих пор с трепетом вспоминают, как тогда уходили из Афгана. Самый большой страх – это когда уже даже сел в самолет и летели мы на самолете. Была гробовая тишина в самолете. И вот когда мы пересекли границу Советского Союза еще тогда, командир экипажа, командир самолета экипажа сказал, мы пересекли границу Советского Союза. Прямо все «Ура!» Вадим Солодов служил в Афганистане в 1986 году, пробыл там 20 месяцев. Именно в то время талибы получили от американцев переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер». И летать над Афганистаном, тем более транспортным самолетом, стало опасно. А вот на вопрос, стоило ли Советскому Союзу в 79-м вводить войска на территорию Афганистана, все собравшиеся сегодня в сквере ветеранов отвечали нам утвердительно. Ветераны как один говорят, мы выполняли свой долг и защищали границы Родины. У нас 27 лет прошло, когда наша колонна крайняя вышла из-за речки. В этот день мы вспоминаем наших ребят, конечно же, поднимем третий тост молча. За 10 лет войны с 79-го по 89-е годы в Афганистане погибли 8 северодвинцев. Их имена, в числе прочих, выбиты на скорбном камне на аллее ветеранов. Но главное, чтобы эти жертвы не были напрасны, говорят ветераны-афганцы. Сегодня в Союзе ветеранов Афганистана состоят полторы сотни человек. Все эти люди с гордостью носят свои награды и хранят память о сослуживцах, не вернувшихся домой. Сергей Курбан, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. Побороли клопов, но боятся, что кусачие вернутся. Про антисанитарию в квартире одинокой пенсионерки мы рассказывали в январе. Тогда ее неофициальный опекун вызвала коммунальщиков, и они навели порядок в квартире. Сегодня одинокую женщину навестили специалисты из администрации города, чтобы решить ее дальнейшую судьбу. В таких условиях еще месяц назад проживала 87-летняя труженица тыла. Напомним, в январе мы рассказывали про жителей мира 40, которые почти всем подъездом боролись с клопами. Они уверяют, очаг в квартире пенсионерки. По словам бабушки, клопы бегут к ней с четвертого этажа. Клопы-то пропали? А наверху-то почему раньше пришлось уехать? Жила, это как сказать, теверенечка, да? Ну вот, она уехала сюда, ничего не могла она сделать. Сегодня пожилую женщину навестили специалисты администрации города. Чтобы назначить профессионального опекуна, суд должен признать ее недееспособной. Пока за Городиславой Даниловой ухаживает соседка. В январе неофициальный опекун впервые вызвала специалистов управляющей компании. Все думают, что вы к ней так прибираетесь из-за квартиры, из-за ее, чтобы претендовать? А квартира еще неизвестна, потому что у нее родня есть. У нее есть дальние родственники, в Северодинске. Я с завещанием, вот тут, у нее документов я никаких не видела. Поэтому за какой? Мне квартира абсолютно не жает. Я просто чисто по-человечески, что от нее все отказались. По словам неофициального опекуна, бабушка сама навела порядок в квартире. Но жильцы дома боятся, что это на время и клопы появятся вновь. Во избежание этого обратились с формальным иском в суд. Шесть жильцов просят по одному рублю с пенсионерки за возмещение моральных страданий. Потому что официальных опекунов нет и переживаем очень с бабушку, как она дальше будет вообще жить и в какой обстановке будет находиться. Суть иска была в том, чтобы сподвигнуть органы, которые должны заниматься контролем над соблюдением лежащего состояния в домах. Если все будет нормально, то жильцы откажутся от иска. Для решения вопроса о дальнейшем жильцовом устройстве этой женщины, Управление социального развития опеки и попечительства направлено на запросы в медицинские организации. И после получения ответов из этих организаций, нами будет принято решение о возможности и необходимости обращения органа опеки и попечительства с заявлением в суд. Нашла рулон такой бумаги в туалете. Вот обеденный туалет ходит и бумаги сюда поставят. Теперь у жителей появилась новая головная боль. Предположительно, этот мусор – дело рук бабушки. Отходы она выбрасывает в окно. Неофициальный опекун пообещал оплатить дворнику, чтобы девушка убирала мусор. Евгения Карельна, Родион Саханько, Вестник Северодвинска. Десятки километров по городским улицам за одну ночь. Эти люди работают, чтобы северодвинцы смогли чувствовать себя в безопасности. Наша съемочная группа выехала на патрулирование улиц города вместе с сотрудниками патрульно-постовой службы. Короткий развод и выезд на маршрут патрульной машины. Так начинается каждый вечер сотрудников патрульно-постовой службы. В этот раз с экипажем выехала и наша съемочная группа. Вечер пятницы, по словам полицейских, обещал быть непростым. Патруль двигается по Ломоносово, затем Архангельское шоссе. Обязательно машина сворачивает в прилегающие дворы. Первый вызов поступает спустя час. В квартиру ломится неизвестный. На месте выясняется, мужчина решил наведаться к своей семье, но, видимо, родные гостю не рады. Мужчина явно осознал, что натворил и при виде полицейских пыл позднего гостя поубавился. В итоге мужчину выпроводили на улицу. Сотрудники говорят, такие бытовые ссоры видят каждый день. Спустя еще час в баре на перекрестке Ломоносово-Арктической нетрезвый посетитель решил показать свой характер. По прибытии, оказывается, буйного гуляка уже задержали сотрудники частного охранного агентства. Вечером и особенно в выходные на маршруты по городу выпускают больше машин, чем днем. Сам же маршрут движения определяется по обстановке и числу правонарушений на каждой конкретной территории. Специфика работы на автопатруле несколько отличается, нежели чем на пешем, но в принципе все они заряжены и работают по выявлению, пресечению преступлений административных правонарушений. Это главная задача. В том числе и оказание помощи гражданам, если в этом есть необходимость. Дорожно-транспортные происшествия, пожары, все что угодно. В полиции говорят, в минувшие выходные отмечен незначительный всплеск административных правонарушений. 30 человек задержаны за мелкое хулиганство и 50 за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Таковы итоги минувших выходных. Сергей Курбан, Родион Саханько, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. Осужденным разрешат продавать свою продукцию через интернет, а также заниматься охотой, рыбалкой и обработкой драгоценных камней. Как развито производство в наших колониях? Ксения Кабанова. Эти кадры сняты пять лет назад. Фигурки из хлеба Вячеслав Никановский научился делать, когда отбывал срок. Материал необычный, но в местах лишения свободы очень популярный. На днях правительство страны утвердило перечень трудовых занятий для осужденных. Разрешили даже открыть свой интернет-сайт. Вячеслав признается, за решетку устал от однообразных заказов. Все равно же хочется что-то новое. Не то, что вот эти шреки, 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 а шрек с цветом, шреком, сердцем, зэк с сердцем, с цветком. То есть, что-то хочется, что-то новое. То есть, я и шахматы там делаю. На свободе Вячеслав от любимого дела не отказался. Снял небольшую комнату под мастерскую и творит. Сейчас самый популярный Чарли Чаплин. Его мужчина создает за час. Есть в разработке и другие персонажи. Их моментально скупают. Вячеслав уверен, возможность создавать интернет-магазины поможет многим осужденным раскрыться. Но список товаров, которые можно продавать онлайн, строго ограничен. Сам хлебный скульптор сомневается в реализации этой идеи. Камеры надо стоять, чтобы человек не ползал по каким-то другим сайтам. Как-то его контролировать здесь, я не знаю. Или может это будет через управление. Допустим, управление может быть разрешенным. Я не знаю, как это все на самом деле. Поэтому получится, никак получится. Я думаю, что это хорошо, лучше, чем этого не было. В колонии номер один есть умельцы резки по дереву и художники. А такой мобильный дом для лесника стоит 250 тысяч рублей. Его полностью изготовили осужденные из правительной колонии номер один в поселке Пирсы. За колючей проволокой могут собрать мебель, построить баню и даже сшить спецодежду. Среди 1200 осужденных более половины устроены в Центре трудовой адаптации. Алексей отбывает срок с 2004 года и сразу устроился в цех деревообработки. Хотя сам по профессии повар признается, деньги за работу получает ежемесячно. За 12 лет самая высокая зарплата – 10 тысяч рублей. Но больше всего платят в цехе металлообработки около 15 тысяч. Как таковых навыков тут никак не надо. Все получается так, что лишь бы руки из того места росли, чтобы молоток могли держать. Чем больше объем сделали, тем больше мы работали. У нас не повременная работа, а зельная. Чем мы больше продукции произвели, тем больше мы получили. Деревообработка – это изготовление на данный момент с организациями поддонов, которые отправляются через порт экономии заказчикам. Доска пола, отгружается вагонами в объеме где-то порядка 20 кубов вагон раз в квартал. И евровагонка, которая реализуется непосредственно поселению физическим и юридическим лицам. Заработанные деньги осужденные откладывают на свой счет. Некоторые отправляют семьям. Нарушители закона изготавливают изделия для других регионов. Псков, Ярославль, Саранск, Санкт-Петербург и Москва. За 2015 год выполнили заказы на 140 миллионов рублей. Ксения Каббанова, Родион Саханько, Вестник Северодвинска. ГТРК приглашает принять участие в конкурсе «Ты репортер». Напоминаем, ваши фото и видео ждем на электронный адрес, который указан на экране. Автора самых интересных роликов ждет подарок от нашей телекомпании. Начавшаяся рабочая неделя будет шестидневной. Выходной с субботы 20 февраля переносится на понедельник 22 февраля. Таким образом, будем отдыхать три дня с воскресенья по вторник. Рабочий день 20 февраля сократят на час. Теперь о погоде. Какими будут предпраздничные дни, расскажет Ольга Саминова. Текущая неделя обещает быть мягкой и малоснежной. Здравствуйте. О погоде во вторник после анонсов. Смотрите во второй части выпуска. Делали селфи, не размыкая губ. 14 февраля прошел конкурс на самый долгий поцелуй. За вечер сменили по 8 партнеров. Для одиноких в день влюбленных организовали быстрые свидания. Туша на полу, а мясо с плесенью. Итог проверки программы «Магазинно». О метео- и астропрогнозах «Небесная канцелярия». Вас приветствует наш спонсор – группа компания СМК. Удобные и просторные квартиры в жилом комплексе «Йо Хаус» от 48 500 рублей за квадратный метр. Экологически чистый район старого города. В жилом комплексе предусмотрены балконы галерейного типа и помещения для хранения детских колясок и велосипедов. С ценами и проектной декларацией вы можете ознакомиться на сайте smk29.ru или по телефону 8-921-243-03-85, 8-921-082-85-85. Во вторник, 16 февраля, по данным Гидромедцентра, в Северодвинске ночью ожидается минус 4, днем 2 градуса ниже нуля. Переменная облачность, небольшой снег, ветер юго-западный, слабый до 4 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня не изменится и составит 756 мм ртутного столба. Самоорганизация, четкость и пунктуальность – все это про вторник. День идеально подходит для проведения важных мероприятий и для рутинных дел. Используйте его для составления планов на будущее, новых проектов, организации коллективных мероприятий. Например, отправьтесь к нашему спонсору – группе компании СМК. Удобные квартиры в жилом комплексе «Ёхаус» от 48,5 тысяч рублей за квадратный метр. Группа компании СМК – твои ключи от нового дома. А я желаю вам солнечного настроения. До встречи! Уважаемые горожане, приглашаем вас задать видео-вопрос мэру Северодвинска Михаилу Кмэрину. Открытая камера телеканала ГТРК будет работать в пятницу, 19 февраля, с 12 до 13 часов у Невермага «Радуга». Ответы главы города прозвучат в программе «Это актуально». Вы смотрите «Вестник Северодвинска» и мы продолжаем. Стоять на левой ноге, приседать, делать селфи. Эти и другие задания, не размыкая губ, выполняли любвеобильные северодвинцы. В день Святого Валентина прошел необычный конкурс. Главная задача – продержаться в поцелуе дольше всех. Кто стал рекордсменом, знает Елена Стеканова. Целоваться, целоваться и еще раз целоваться – такое напутствие участникам конкурса дали организаторы. Главное условие – не прерывать поцелуй ни в коем случае. Александр и Мария Просвирина решили побороться за главный приз – целовальный стаж супруга в 13 лет. Танцевать? По ходу действий посмотрим. Чтобы согреться? Пока еще не знаем, как все это будет. Сколько минут? Надеетесь продержаться? Мы надеемся победить. Самые долгие поцелуи в Северодвинске у ЦУМа. Три, два, один. Поехали! Классический поцелуй – это неинтересно. Участников заставили целоваться и параллельно приседать, стоять на одной ноге, делать селфи. Пара в сердечке номер четыре не справилась с заданием почти сразу, но до конца конкурса упорно выполняла любовное задание. Просвировы попались на досадной оплошности, вышли за предел сердечка. Не было ничего сложного. Сориентироваться в сердечке было сложно, потому что не видно, что под ногами. Так было без проблем. Как эмоции у вас? Потряхивает немножко, волнение. В итоге борьба развернулась между 16 и 19 парами. После продолжительной борьбы на 8 минуте 45 секунды определился победитель. 14 февраля отмечает 8 лет как вместе. Отлично, отлично вообще. Пара номер 19. Да нет, не особо. Чуть было сложно, за сердечком не будет. Ваш секс-пекат на покупке на 5000 рублей в центральном университете. Обязательно сфотографируйтесь с нашим фотографом. Поздравляем параллельно на 19. Ваши аплодисменты, друзья. У нас пришло 10 пар участников, хотя зарегистрировалось чуть больше. Наверное, испугались спокойных условий сегодня. Но в целом конкурс прошел очень красочно. В день всех влюбленных горожанам выпала удача понаблюдать за созданием новой семьи. Молодой человек сделал своей девушке предложение, готовился и волновался целую неделю. Вера, ты будешь за меня? Быть невестой девушка мечтала, но предложение все же стало для нее сюрпризом. Я вообще в шоке, не ожидала, честно. Все, дружина была. Друзья, ну и конечно же, на этом нас практически не заканчивается. Теперь невесте впору подыскивать платье и оттачивать мастерство поцелуя перед свадьбой. Елена Стеканова, Семен Самиголин, Вестник Северодвинска. Не скучали в день всех влюбленных и те, кому целоваться не с кем. Для них организовали быстрые свидания. На каждого партнера дается 7 минут. Велик шанс, что за один вечер можно найти свою вторую половинку. Нарисовать портрет партнера – одно из заданий на быстрых свиданиях. На него отводится 2 минуты, чтобы завязать разговор. Затем еще 5 минут на разговор о чем угодно – от погоды до концепции воспитания детей. Итого на каждого партнера дается 7 минут. Быстрые свидания – это вечер, за которым можно побывать сразу на 10 свиданиях. И, возможно, найти свою вторую половинку. Вернии все не было? Вернии я в военную кафедру заканчивал. И 5 лет. Пока еще никуда не выпирался, кроме Украины. На столиках – таблички с номерками. Как выходит время, дамы остаются на местах. Кавалеры перемещаются к следующей партнерше за столик по часовой стрелке. Дмитрий у Юлии – четвертый партнер за вечер. В конце каждого свидания участники заполняют карточки личных симпатий. Партнера они либо ставят лайк, либо минус. Сколько вы лайков поставили? Один. Так мало. Ну, вот, не йогает пока еще, поэтому. А вы не скажете, кому поставили лайк? Нет, ну вы что вы, это конфиденциальная информация. Возраст участников регламентирован. Девушкам строго от 22 до 35, мужчинам – от 24 до 45. Я заметила такую интересную вещь, что женщины, как правило, идут на свидания, когда им 30-35. А молодые люди – 25-30. Вот пока не знаю, в чем тут загвоздка такая, но когда набирают на свидание, вот стабильно, девушки идут старше, мужчины младше. В день Святого Валентина таких одиночек набралось 16. Эдуард, попытаясь счастья, пришел во второй раз. Мы с девушкой общались, общались как бы, и в принципе да, ничего не получилось. Общались где-то недели две. Найти девушку – это в наше время все сложнее и сложнее. Ясно. Одну пару я видела, первое самое свидание, когда у меня были. Одну пару я встретила через неделю. Это было мероприятие Тайбалы. Убирали мусор. В общем, я их встретила. Они были вдвоем, они так мило беседовали. То есть после свидания, видимо, они еще встретились и так мило болтали. Мне прям так было приятно. Как правило, после череды свиданий каждый человек имеет два лайка. Если у двоих симпатии совпали, организаторы дают телефон понравившегося партнера. Есть возможность после быстрых остаться на более длительное свидание. В этот день кто-то получил четыре номера телефона, а кто-то ушел без одного. Марина Хохлова, Анна Бебякова, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. Впрочем, День Святого Валентина северяне празднуют не всегда позитивно. Так, в областном центре 26-летний молодой человек зарезал двоих собутыльников. Трагедии предшествовала ссора. Убийцу задержали сотрудники патрульно-постовой службы. За двойное убийство кровавому Валентину грозит до 20 лет колонии. О других происшествиях в рубрике «Протокол». Спонсор рубрики «Протокол» – компания «Антал». Компания «Антал» – изготовление и установка окон ПВХ, рулонные шторы и жалюзи. Гарантия качества. Опыт работы на рынке услуг более 10 лет. «Антал», «Арджиникидзе-8», торговый центр «Двина», офис 203. Телефон – 59-84-99. Молоко и картошка на асфальте – их обладатель в карете скорой помощи. На улице Юдина под колеса легковушки сегодня попал мужчина. Оба участника ДТП от комментариев отказались, но невооруженным глазом видно, что мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. Водитель пятнашки заметил бегущего человека, пытался тормозить, но не успел. Медики осмотрели сбитого. Предварительный диагноз – черепно-мозговая травма. От госпитализации пешеход отказался. Прохожие уверяют – северодвинцы бегают через дорогу здесь часто. Да, часто перебегают. То есть не первый раз вижу подобные ситуации. То бишь вот тоже где-то может недели три назад на перекрестке на том сбили молодого человека. На улице Юдина нет ни одного пешеходного перехода. Заводчане просят оборудовать хотя бы один – в районе профилактория. Вот и мы видим, что мусор лежит. Поняли, что сбили кого-то. Единственное, что когда санаторий профилакторий, тогда там приходится перебегать. Потому что здесь сейчас хорошо вычищено, а если плохо вычищено, там не пройти, потому что машины встали на ту сторону, тогда уже приходится переходить там. Раздавленная картошка, вмятина на кузове. Каждый из участников ДТП подсчитывает свой ущерб. Кто прав, кто виноват – в этом вопросе разберутся дорожные инспекторы. Двух любителей наркотиков поймали в Северодвинске. В момент задержания молодые люди как раз доставали закладку из тайника. Сотрудники регионального управления ФСКН России по Архангельской области в Северодвинске с синтетическими наркотиками задержали военнослужащего и работника оборонного предприятия. В Северодвинске меняется статья 228, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконное хранение наркотических средств в значительном размере. 20-летний северодвинец служит в одной из воинских частей Мурманской области. Приехав в отпуск, он решил, что называется, оттянуться с другом-заводчанином. В ходе личного досмотра, а также в автомобиле одного из задержанных, наркополицейские обнаружили пакетики с синтетическими наркотиками. Теперь любителям курительных смесей грозит внушительный тюремный срок. А материалы проверки по данному делу направлены в военный следственный отдел Следственного комитета России по гарнизону города Северодвинска. На этих кадрах из коллектора спасают мальчика. В Архангельске во время игры ребенок не заметил открытого люка и упал в колодец. Пролетев 4 метра, мальчик чудом избежал серьезных травм. Я шла мимо, вот ребята разговаривают, он просит позвать, ну родителей, наверное. Вот я поднялась, вот была служба спасения и все. Что увидела? Что вот он там сидит уже? Наглулась, он, ну испуганный ребенок. Ребенок упал в колодец или спустился в колодец, но высота около 4 метров. Во время осмотра не выявлено никаких повреждений. После осмотра мальчик с друзьями отправился домой. В этом году это не первый случай падения ребенка в коллектор. Напомним, 21 января в Архангельске в открытом колодце утонула 9-летняя девочка. Туша животного хранится на полу, а уже расфасованное мясо зеленого цвета. Таков итог визита федеральной программы «Магазинно» в столицу Поморья. На телеканале «Пятница» в выпуске еще предстоит увидеть, а в соцсети тем временем уже появилось видео проверки. Это мясо, это падаль. Этим кормить людей нельзя, оно воняет. Понюхайте его. Падаль – это мясо, которое ведущий программы Александр Молочко нашел на полу в подсобном помещении продуктового магазина в ТЦ «Адмиралтейский» в Соломбале. Продавцы и руководители магазина тут же подверглись всеобщему осуждению и были отчислены за такую, мягко говоря, халатность. Напомним, производители магазина действуют в стиле своих коллег из «Ревизора». Снимать операторам программы не мешали, а вот к очевидцам предъявили претензии. Вы нарушаете Конституцию? Я не нарушаю. Статья 29, статья 4. У вас есть, а у молодого человека? У него есть, он такой же гражданин Российской Федерации. В окружении покупателей ведущий программы потребовал сьюжеминутно списать продукцию. Когда же телеканал покажет проверку в Архангельске, информации пока нет. Акты списания, все. И чтобы при нас это мясо выбросили. В городском конкурсе красоты и талантов «Мини-мисс Северодвинс-2016» открыто голосование за номинацию «Мини-мисс Интернет». На суд представлено 20 фотографий. «Цветы и феи» – такова тема номинации в этом году. В группе ВКонтакте создан специальный альбом, где размещены результаты фотосессии участниц. Чтобы проголосовать за «Мини-мисс Интернет», необходимо поставить в комментарии «плюс один». Сделать это можно до 5 марта в 16 часов. Финал конкурса состоится днем позже, 6 марта в 16.00. Билеты можно приобрести в кассе Дворца молодежи «Строитель». Видеоматериалы можно увидеть на сайте «Северодвинск.тв». Смотрите нас и все узнаете первыми. До свидания. Северодвинский завод строительных материалов поздравляет всех северодвинцев с Днем Защитника Отечества. Благородство, мужество, счастье и мира в вашем доме. Встречайте весну с торговой сетью «Медведь». Участвуйте в акции «Весна идет», «Весне дорогу». Купи пару обуви и получи в подарок купон на следующую покупку. Торговая сеть «Медведь». Обувь для ваших ног. Все снасти для большого улова, а также лодки, палатки, мангалы вы найдете в новом магазине «Рыбак» на Ленина 45. Заходи, и ты найдешь то, что тебе нужно. Магазин «Рыбак» Ленина 45. Крупнейший застройщик области «Аквилон Инвест» представляет жилой комплекс «Парус» на площади Пашаева. Кирпич, теплая керамика, европланировки, разумные метры, благоустроенный двор с детской площадкой и футбольно-хоккейной коробкой. Квартиры всего от 48 тысяч за квадратный метр. Беспроцентная рассрочка платежа. Первый взнос всего от 10%. Звоните 52400. Проектная декларация на сайте aquiloninvest.ru У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Городская справочная. 8 800 158 55. Информируем обо всем. Бесплатно, оперативно, ежедневно. Обеденная группа в итальянском стиле. С новогодней скидкой 10%. Любимое место в вашем доме. Мебельный салон «Эспас». Южный для дома. Второй этаж. Спонсор прогноза погоды – газета «Северный рабочий». Газета всех поколений на все времена. Оформить подписку можно в любом почтовом отделении в киосках Роспечати, в редакции газеты «Улица Южная 20» и в магазине «Росич». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Во вторник, 16 февраля, в Северодвинске ожидается ветер юго-запад. Субтитры предоставил DimaTorzok